В середине февраля 2024 года аккаунты, связанные с ЧВК, сообщили, полковник Асима Гаита, находящийся у власти в Мали, продлил договор с Вагнером на размещение в стране. Примерно в это же время стартовала самая массовая кампания по вербовке наемников. Как стало известно журналистам издания «Верстка», сейчас из новобранцев формируют штурмовые отряды. Часть из них направляют в подразделения по управлению беспилотниками. В наемнике ищут мужчин в возрасте от 22 до 50 лет, обещают контракт от 6 месяцев, зарплату от 240 тысяч рублей и страхование жизни. Аналогичную сумму предлагали и желающим отправиться воевать в Украину. Из публикации издания «Верстка». Погибать в Украине никто не хочет, признают рекрутеры Вагнера, а желающих повоевать в Африке немало. О том, что Россия наращивает свое присутствие на континенте, заявил командующий оперативным командованием Бундесфера Бёрнд Шут. Россия проявляет военную активность в Буркино-Фасо и Мали. Есть признаки зарождающегося военного сотрудничества в Нигере. В Чаде проходят встречи на политическом уровне. В Судане мы пока не знаем, как именно будут развиваться события. Российские войска активно действуют в Ливии с 2016 года. Бёрнд Шут. Командующий оперативным командованием Бундесфера. В интервью изданию «Тагес Шау». За последний месяц ЧВК Вагнер опубликовала в соцсетях около двух десятков сообщений о начавшемся наборе. Вербовку ведут сразу 10 рекрутеров. Сотрудник Минобороны рассказал «Верстке», что с середины февраля в Африку из Украины перебросили несколько тысяч российских военных. Часть под видом бойцов, названной ЧВК, часть напрямую от Минобороны. А на войну против Украины Российская Федерация активно вербует иностранцев. Тысячи граждан Непала отправились на фронт из-за безработицы в своем государстве. Многие не возвращаются. Тела погибших тоже не возвращают. Завербованные граждане иностранных государств, которые участвуют в войне против Украины на стороне России, они не получают никаких социальных гарантий в случае ранения, в случае увечья. Их просто используют как расходный материал, в лучшем случае отправляют домой. Российские спецслужбы активно вербуют на войну против Украины граждан Сирии, Афганистана, Индии, Конго, Египта и стран Центральной Азии. Некоторые оказываются на фронте не по своей воле. Их отправляют воевать обманом или силой.